Здравствуйте! У нас великолепное утро после ночного дождя. Гремел гром, сверкали молнии, один раскат был настолько силён, что, казалось, сейчас крышу снесёт звуковой волной. Но всё нормально, ничего страшного не произошло, а погодка грибная, то, что надо. Но сегодня днём опять обещают дождь. К сожалению, мне сегодня в лес никак не попасть. Когда проходишь около Понькиного бунгала и смотришь на эти великолепные волнушки, они как бы зовут, зовут в зелёной дебре. Но не судьба, поскольку сегодня у нас автолавка, и пропустить её нельзя. Как человек, живущий в деревне круглый год, я привыкла отовариваться по средам. Потому что уже с начала октября наша жёлтая машинка будет приезжать только один раз. Это сейчас пока народа много. Она бывает и по субботам. Но в прошлый раз из-за того, что было много грибов, я это действие пропустила. И, честно говоря, соскучилась по нашим ребятам, которые торгуют. Но сегодня презент. Я набрала для них ворушек, и они, вероятно, будут довольны. В кустах за окном прикурнул Радик. Душ сегодня закончился около четырёх, и он прибежал сюда для того, чтобы не упустить нашу прогулку в лес, как получилось вчера. Вчера душ закончился только около семи, поэтому Родиону с нами отправиться не удалось. Упустил, но бывает. Эх, Радик, не светит нам сегодня. Совсем не светит. И у меня из автолавки такое ощущение, ну, прямо дежавю по детству, когда хочется бежать гулять во двор, а тебя заставляют делать уроки. Ну, чтобы куда деваться. Вот. Надо перечистить полную корзинку орехов, проколить их на печке. Раз я за грибами иду, то большую сегодня не стану топить, а займусь голландкой. Ну, и к тому же работать с древесинкой. Вот это полено из осинки. Предстоит сегодня превратить в очередное гоблинское блюдо. Слава богу, заказ на четыре персоны завершается. Это будет последнее. Форма примитивная, ну, скажем так, людоедская. И вот во что мне надо будет сегодня эта поляшка превратить. Ну, разумеется. Посредством топора, стамесок, длительной шлифовки. Кстати, надо еще вот эту ложечку отшлифовать. И, наконец-то, я разберусь с этим заказом. Дальше будет интереснее. Все-таки не умею я делать одинаковые вещи. Ну, а пока дело не дошло до дождя и действия в закрытом помещении, надо повозиться и в саду. Пока я носилась по лесу, все запущено. И надо наверстывать. Наверстывать то, что довелось упустить. А на горизонте, между тем, скапливаются тучки. Как бы нам сегодня не попасть под дождь вместе с соседями под моими липами. Ну, есть всегда где укрыться. У меня под навесом во дворе есть тресло, там уютно и совсем не капает. Впрочем, будем надеяться на хорошую погоду, ну, хотя бы до полудня. А там видно будет. Да, что-то рано стало у нас автолавка приезжать. Чуфи. Время всего 15 минут 10. Раньше это происходило где-то без 15.10. Ну, оно и понятно. Отпуск у многих заканчивается, и в тех деревнях, куда ребята приезжают до нас, народ становится все меньше. Отдала варушечке, получила благодарность. Ну, кто с дальнего края, те на машине приезжают. Деревня у нас небольшая, но растянулась где-то километра на полтора вдоль ручья. Идет торговля, Димка приедет в субботу. А дядя Слава неизменный водитель. Две кассы. Скоро одна освободится, и можно будет затовариться. А все-таки я побежала бы сегодня в лес. Но, но. Уже парит. И очень здорово. Собакам со мной будет сегодня тяжело. Нет, надо заниматься домашними делами. Посовещались и решили, что пора заняться копанием картошки. Когда-то месяц назад Ника развела меня на это действие. Так, Росян, теперь в инструменте. И выкопали мы с семи кустов половину маленького ведерочка. Будем надеяться, что сегодня нам... Это твоя лопата. Это моя лопата. Будем надеяться, что сегодня больше повезет. Так, Росян, ну что, пойдем? Не, а потом сорву. Мать, пойдем. Будешь снимать, сколько мы картошки накопаем. Что там? Там и я была. Сейчас. Проберемся. И надо, Росян, начинать копать под сливой. Потому что мы туда постелим старую штору от ванной. И на нее будут падать сливки. А, кстати, у нас уже ежевичка поспевает. Слушай, обычно это происходит в начале сентября. О, и черника еще. Как-то рано. Это ежевика. Черная значит черника. Так, держи, макароденцы. Так, Росян, хорошо бы я пошла первая. Так, на картошку не шупай. Краденцы, идем туда. О, я мяту нашла. Кого нашла? Мяту. Слушай, огурцы какие-то странные. Часть сладкая, часть горькая. И все это в одном огурце. Краденцы, шикарная. Эскарго? Эскарго. Это на голодные доли. О, милиша. Так, просто не погони. Вот эту травку мы выбираем и оставляем. А топтать ботву можно или не нужно? Нет, ее желательно. Росян. А, понюхай. Не, не хочу. А ты мне мясными отборщиками. Оттратила. Оттратила надо выбирать сразу же. Смотри, какая корневая система. Избушка, избушка, стань ко мне передом. Избушка там. Я бабушка. Еще из карго. Слушай, из карго сложный. Каросян, а что ты делать собрался? Давай, пахло. По-моему, он собрался и крашить. Так, ищем. Ищите. Вам займ. Каросян, ты про полк занялся? Что-то поздновато. Ну, хочешь что-то есть? Что-то есть. А ну-ка. Есть ботва? Ботва у нас, как всегда, знатная. Так, ботву покажи, да? Вот лопату. Лопату, не копай. Давай еще попробуем. Смотрите, я к вам проберусь хоть. Вниз. В тапочках. Очень умное решение пойти в огород в тапочках. Вон, вон, картошка. Ну, ты же не копаешь. Это как в прошлом году вы морковь искали, да, золотые искатели? Мы картошку так в прошлом году искали, вообще не было. Зато в фото в прошлом сантиметров по 15 клубни были. Да. И такой не каждый год бывает. Вот в этом году орещи зато есть. Угу. Смотрите. В прошломках практически не было. Ну, что там? Ух. 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 Есть? Ух. Пока нет. Лопату ломаешь? Не, я не оттуда скопаю. Слушай, ну это уже урожай. Да. Два пусто было. Здорово. Мама, смотри, червяк. Ты что, червяков боишься? Угу. Ага, ничего себе. Я рассказывала, как червяков надо расчленять, чтобы получить... Ну, их там нужно... Там не будет два червяка, там будет один червяк. И то, если правильно его разорвать. Ну, это сегодня услышно. Нет, а он тебе говорил, что два червяка будет. Нет? Нет. Такой, Рось, молодец. Правильно, один червяк будет. Я вот так. Ты мне только по ноге не врежь, Расян. Ой, Маша, смотри, какой он запью. Кто? Ложук там черный был. Какой жук, да? Ну ладно. Попустила. Расян тут полкадра своей головой занимает. Расян, Расян, не-не-не, слышь, ты рядом со мной. Давай не надо тяпкой так работать. А то отскочат в меня, а я еще жить хочу. У меня уже планированный педитюр. А чего тут в камень лаять? Где? Так, в камне вон туда. Нравится ему тут, Расян. Вот и валяется. А не многовато картошки ты накопала? В кастрюльку влезет? А? Мне кажется, приедет, ты говорила. Мама, я говорила, что все будет ясно в четверг. Нет, ты будешь мне передавать бабки. Ну что, вы хотите прекратить этот процесс? Ну, давай, копай как бы еще на кастрюлю. Нормально, нормально. Машка, давай. Главное, чтобы в кастрюльку влезло. Нервы меня. Сейчас вытащим лопату. Тетя, лопата застряла. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Не влезайте вы целиком в кадр. Росян, папка и лопата заменяют экскаватор. Угу. Ух. Слушай, у меня палатка как ловилка для шершней. Надо будет шершней оттуда всех вынуть и потом что-нибудь с ними сделать. Главным шершней планировался Рося. Рося, ну что ты делаешь? Зачем нам земля в картошке? Я ее варить не буду. Ой, это гарнир. Для бабушки. Да? Чего это? На, улитку. У-у-у. Убери ее к нему. Чтобы я выздоровел. Не сюда. Так, ладно, последний куст. Я иду заниматься своими деревяшками. Давай. Росян. Росян, бедро дай. Специалист по раскопкам. Ну давай еще копнем. Немножко. Немного. Мама сказала, что хватит. Я не говорила, что хватит. Я сказала, чтобы в кастрюльку влезла. Такой картофель рота радуется. О, там червяк. Роська, они тут везде. В телефоне вся ботва такой яркой, сочной кажется. По факту она более нейтральная. Нет, ну по сравнению с тем, что мы пытались нарыть месяц назад, то это уже прогресс. Ну да. Вообще у нас картошка обычно в начале сентября начинает выкапывать. Говорите громче, вас не слышно. Картошку начинают выкапывать у нас обычно в начале сентября. Мне кажется, мам, уже на кастрюльку хватит. Нет. А у тебя вот на лопате лежала маленькая. Вот я ее и достаю. Все. Все? Завершили. Ну на вечер, наверное, хватит. На троих вполне. На троих, да. Варить или жарить? Варить. Или сначала варить, потом жарить? Варить. И с сметанкой потреблять. А ты сметанку купила? Нет. Замечательно. Тогда с майонезиком. Да я купила. Знаешь, Миросик, с земелью не купила? Поль, случайно. Ну-ка, инструмент забираем. А ты? Что ты? Ты несет ведро. Я несу ведро, я самая сильная. Угу. Лопат. Давай. Потом продолжим. Продолжим, когда это сидит. Так. Сейчас мы ее будем мыть. Угу. Смотри, какая земляничка красивая. А? Земляничку красивую прошли. А я, кстати, у тебя земляничка с длинной, Григорьев. Я не перетягиваю. Поедем. Так. Мытье картошки для ленивых. Только давай с другой бочки, там почище вода. А сейчас это не имеет никакого значения. Чем вычеркнуть? Так. Мне нужно ведро. Вот. Нет. Мне нужно большое ведро. Вон. Стоит на пеньке синяя. Где? На другом пеньке. У нас столько вкусных яблок, а Росян отказывается их есть. Есть только покупные. Рося, накрой быстрее, а то улетит. Оп. Не, она живая еще. Теперь мне нужна большая дубина. Да зачем так просто поваландой? Ну, это не неделище. Ой, пара называть. Хотя бы такая. Воду поменяй. Причем неоднократно. У тебя картошка убежала. У нас будет практически чистая картошка. Росян, убирай из бочки игрушки. А вместе не получится. Самое приятное, что так еще и кожуращается. Так, сливаем. Ага. Почти не домой. Почти не считается. Не домой. Ну что? Последний заход. Наливай. О, моя ведерочка. Ой, да-да-да-да. Ну что? Хе-хе-хе. Пошли. Пошли. Давай, минуем. Хорошо, что мы не спадали. Все, достаточно. О, смотри. Так, последний слив. Ой. Что мы тут еще не полили? Все, мать, бери свою картошечку. Она уже почти-почечная. Ну вот, ужин на три персоны. Практически обеспечен салатик, отварная картошечка со сметанкой. Можно забирать свою деревяшку, которую я успела уже более-менее обработать перед автолавкой, и тащить в избу. Там меня ждут еще также орешки, и пора всем этим заниматься. Только сначала хочу заглянуть в Машкину мастерскую и посмотреть, что творится в ее царстве вечного бардака. Ну, некоторые называют это творческим беспорядком. У нее, во всяком случае, не так круто, как у меня. Мастерская небольшая, но творятся там великие дела. Позволь. Так. Я попала на процесс пайки. Угу. Угу. А у тебя газ-то еще остался? Да. Бабушка здесь. Бабушка снимает, как мама. Ваяет. А что эти тачки для плавания нацепил? Мы вчера бассейн разобрали. Да, просто. Заходите. Мы же это будем... А вчерашнюю охапочку ты утащил к себе домой, да? Да, я их замачивала. Как у тебя интересно звучит голос в этой маске пенелопы. Мать, какая с тебя нужна? Туванчик. Вот. Что это? Ремешок. Ой, спасибо. А где ты его нашел? Вот тут прям. Понятно. Росян, помощничек? Да, вообще. Вот так воеются шедевры. Да, не картошка единый жив человек. Я с ним придумала, куда вот этот каменьчик. Ну, у меня его обзорку хочется. Куда-то поставить? Покажите. Ну, это все в процессе. Он еще обожмется, будет красивенько. А ты ручку чаще спрашивай, а не меня. А ему все красиво. А-а. Или вниз, или наверх. Думай. Так, ладно, пошла я возиться со своим очередным блюдом. Тебе как-то очень нравится. А ты именно про вот этот. Про вот этот все-таки обновь сместила. Тоже обновь? Только не по центру, а симметрично. В смысле? В смысле, на большую плоскость пера. Ну, это только если сюда. Ну, вот так вот, да. Ну, очень странно, по-моему. А, по-моему, как раз будет играть. Подчеркивает выемку. Вот это человеческое стекло. Смотри, какое. Угу. Ну, не надо фокус ставить. Ну, не видно же ничего. Видно. Ой, ладно. У меня, кстати, цветные есть такие стекла. Сказать? Где красная коробочка? Ты видишь красную коробочку? Нет, я не вижу красную коробочку. Ты хотя бы знаешь, где у тебя что лежит. Я все время стараюсь все тоже класть на места. Постоянно. В себя в этом... О-о-о. В эти стеклочки. Пещера Лектвейса. Ну, это стеклышко или лошки? Да, это чешское стекло. Замечательно. От полудрагоценных камушков не отличишь. Да, они очень красивые такие передаваются. Так, слушай, все. У меня сверли. Я бы сказал. Стамешки. Еще орехи. Еще орехи. Смотри, какой гематит. Вот гематит мне, кстати, очень нравится. Ну, конечно. Красиво бы здесь смотрелся. А почему бы и нет? Ну, я уже спаяла касты. Судьба. Так, ладно. Я возвращаюсь в избушку. Хотя дождя еще не предвидится. Дел там выше крыши с орехами. Сегодня надо разобраться. Росяна, что ты задумал? Картошку копать? А для чего эти очки для плавания? Чтобы глаза не пачкать. Чтобы глаза? Так, слушай, нет. Эту картошку мы уже накопали. Этого достаточно для ужина. Сегодня картошки больше не надо. Нет, когда-нибудь захочется. Нам еще есть когда-нибудь. Ну, тогда очки надо пока повесить, а потом уже этим заниматься. Да, и вот так целый день. То одно, то другое, то третье. Хоть в лес и не идешь, но вечно увидишь у себя на участке нечто интересное. У кого четыре глаза, тот похож на водолаза. Эх, ладно. Пойду заниматься своими делишками в избушке. Всем всего хорошего, здоровья и удачи. А у нас, как всегда, веселуха. До свидания, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова